Мы часто слышим, в стране кризис, деньги обесценились, инфляция. Не знаю, у меня купюры как лежали, так и лежат, никуда вроде не делись. Знакомо? Деньги в России с каждым годом теряют свою силу из-за инфляции, в среднем на 4-5%. Существуют страны, в которых средства обесцениваются в тысячи, даже миллионы раз. Например, в Венесуэле. В 2017 году боливар валюты этой страны рухнула на целых 1 миллион 700 тысяч процентов. Деньги просто стали бумажками. А что делать нам, чтобы не потерять кровные? Сейчас расскажем. Инфляция. Это постоянный рост цен на товары и услуги, от нее никуда не деться. Например, есть условная вкусная, сочная, аппетитная буза. Раньше она стоила 50 рублей, сейчас ее стоимость подняли на 10 процентов и теперь за ту же самую бузу просят 55. Но она же не стала лучше. За что наценка? Это и есть инфляция. За один и тот же продукт в разное время нужно заплатить разную стоимость. А происходит все это из-за мировых кризисов, удорожания сырья, бензин от летноспортировки и так далее. Итак, запоминайте первый совет с защитой от инфляции. Открыть вклад в банки с хорошим процентом. Это самый простой и проверенный способ. Банк заранее оглашает процентную ставку и можно посчитать, сколько денег вы получите в итоге. Выбирайте банк с процентом, обгоняющим инфляцию. Так ваши денежки будут в безопасности. Защита от инфляции – совет номер два. Диверсифицировать или по-простому разделить средства по валютам. Так, если рубль упадет, рост доллара в вашей копилке нивелирует потери. Кстати, этим способом часто пользуются многие инвесторы. Он снижает риски потерять все в одночасье. А третий совет для самых отчаянных – вложить средства в то, что точно будет дорожать. А это недвижимость, драгоценные металлы и, как ни странно, предметы искусства. Обычно их стоимость хорошо обгоняет инфляцию. Вы вообще видели, сколько сейчас просят за однушку на ПВЗ? Вот-вот. Кстати, помимо общей инфляции, есть еще и личная. Центробанк каждый год считает инфляцию более чем на 400 позиций товаров и услуг. Там и продуктовая корзина, и даже трусы. Если стоимость этих товаров увеличилась больше, чем обычно, в стране повышенная инфляция. Ну, например, человеку с частным домом не совсем интересен рост цен на коммунальные услуги. У него дома печи, никакому ЖКХ он деньги не отдает. Что делать? Считать личную инфляцию. Итак, берем ручку и записываем. Предупреждаю, это очень долгий процесс, но оно того стоит. Записываем каждый товар или услугу, который вы купили в течение месяца, и указываем его стоимость. И делаем так на протяжении года. А затем смотрим, насколько увеличилась стоимость. Вот она, ваша личная инфляция. В чем выгода? Ну, как минимум, вы научитесь вести бюджет. Если не самый важный товар очень сильно подорожал, то от него можно отказаться. А еще это поможет вам понять, насколько вы стали беднее при том же уровне жизни и начать действовать. Некоторые ученые даже придумали индекс бургера. По нему можно определить уровень жизни в стране. Суть в том, что в разных странах одинаковые бургеры, но цена везде своя. Берем стоимость одного бургера в одной стране, делим на другую и сравниваем с курсом валют. Если цифры совпадают, то курс справедливый. Рубль в январе 2022 года, кстати, стал самой недооцененной валютой. Предлагаем посчитать вам личный индекс. Индекс БУС. Вспомните, насколько выросла их стоимость в разных точках города. Например, с прошлого года. Результатами делитесь в комментариях. Надеемся, эти советы вам помогут. Распределяйте финансы грамотно.